всем привет сегодня я начинаю кроить и шить вот такую вот блузочку это журнал бурда апрель 2014 года с такой вот девушкой на обложке блузка довольно популярна на фотофоруме сайта бурда многие девушки и сшили причем из разных тканей у меня будет креп такой средней плотности я бы сказала что это плательная больше ткань чем блузочная но у меня северный широт поэтому в принципе легкие блузки мне носить особо некуда поэтому выбрала вот эту модельку она интересна тем что полочка состоит из двух таких вот расходящихся частей геометричных как вы видите по модели блузка довольно короткая у нее тут проглядывает животик свою выкройку я делаю максимально длиннее насколько это мне позволяет ткань и вот такой вот рукавчик три четверти выкройки детали всего три у меня получилось спинку бурда предлагает делать со шлом я же шов на спинке вот здесь видно маленькую тычку это шов на спинке я же шов на спинке делать не планирую вот поэтому а и к обрабатывать горловину бурда предлагает косой бейкой я же надеюсь сделать эту блузку на обтачке на обтачку буду кроить уже когда блуза будет почти готова деталь переда 1 будет вот из такой вот бежевой ткани вот вторая половинка верхняя будет вот такой вот коралловой собственно из-за того что я коралловой ткани взяла всего 60 сантиметров у меня получится блузка такой какой получится то есть буду уже думать как сделать ее максимально длинной а как вы видите я скроила вниз то есть вот вот видите линия по идее блузка должна закончиться здесь у меня же еще я вниз оставила припуск получается посмотрю понравится ли мне вот этот вот угол если не понравится то сделаю не такой геометричный то есть чуть более прямоугольный рукавчик довольно простой рукавчик ничего особенного три четверти и моя деталь по спинке у меня она одна я не знаю почему бурда предлагает сделать сзади шов может быть как-то в процессе я до этого дойду и пожалею что этот шов не сделал мне показалось что чем меньше швов тем проще лучше и быстрее вот такая вот у меня на сегодня выкройка пожелайте мне удачи и давайте будем шить думаю найдется мало девушек кому идеально подходят выкройки бурда прям один в один для меня же выкройках бурда не всегда как хорошо ложится выточка на груди я обратила внимание на нескольких своих платьях что нагрудная вытачка у меня оказывается ниже чем мне нужно то есть приходится подбирать какое-то белье либо вовсе не надевать белья потому что смотрится сшитая вещь некрасиво у меня есть вот такая вот замечательная книжка если вы шьете по бурда я думаю что вам будет очень интересно ее почитать я не скажу что здесь прям какие-то невероятные вещи в принципе половина этой книги это стандартная информация о том как там шить карманы как делать воротники и обрабатывать ниш низ изделия но что в ней интересного и действительно уникального это то что в ней рассказывается как менять выкройки бурда на свой тип фигуры здесь самые разнообразные изменения там большая грудь сутулая спина книжка очень качественно если будет интересно я сниму отдельное видео по книжкам которые у меня есть по шитью напишите если вам это будет интересно вот поделюсь информацией в данном случае для меня интересен момент переноса нагрудной вытачки что нам советует бурда как поднять или опустить нагрудную вытачку чтобы это сделать нужно провести вспомогательную линию от вершины как я понимаю перпендикулярно вверх так у меня с перпендикулярно сложно все обстоит в жизни давайте посмотрим вроде бы ровно да я еще стою сбоку мне не все всегда понятно так вот провели мы значит такую линию и теперь откладываем от вершины этой линии то есть мы просто измеряем высоту груди выкройки на грудной вытачки на выкройке она 23 с половиной получается вот я еще не знаю как я правильно приложить сантиметр по идее идея как то вот так давайте но 23 с половиной или 24 давайте становимся на 23 с половиной не знаю девочки если вы знаете как правильно расскажите мне пожалуйста 23 сантиметра 23 с половиной сантиметра высота моей груди 21 с половиной то есть где-то вот здесь вот смотрите всего до получается полтора всего получается два сантиметра разница на какая она значительная уже и что изделие с изделиями становится сложнее далее бурда нам советуют либо провести параллельно то есть вот из указанной точки вершины да это будет новая вершина на грудной вытачки провести параллельно линию одну и параллельно линию вторую так сейчас вот либо сделать параллельно но вот здесь вот мне как-то не очень нравится как получается видите прям совсем совсем в пройму уходит я думаю что это неправильно поэтому бурда предлагает второй вариант берем вот эти основания вытачки у нас остается на своем прежнем месте а мы прочерчиваем просто новые линии вытачки к новой вершине вот так мне ничего не понятно я сотру лишнее чтобы было видно что было и что стало и вот что у меня получилось вытачка была вот здесь а стала вот здесь проверяю высоту груди но я думаю что ничего за это время тут не изменилось просто я не уверен на персонаж вот так вот я перенесла вытачку повыше надеюсь что не пожалею об этом когда сошью блузку первое что я делаю это сметываю вытачки на бежевой и коралловой частях полочки я также сметала полностью все изделие чтобы примерить и посмотреть на том ли месте вытачки где я ожидала меня все устроило поэтому строчу на машинке сметы вы боковые швы уменьшая каждый на 5 миллиметров от моего 38 размеров потому что при примерке блузка мне показалось слегка широковатый очень здорово смотрится сочетание кораллового и бежевого и не видна совсем светлая строчка далее я срезаю припуски боковых срезов чтобы аккуратно обработать их край обмёточной строчкой нижние уголки правой и левой частей полочек нужно обработать конвертиком для этого кладем изделие лицевой стороной вверх и отгибаем припуски на лицевую сторону то есть наверх именно сейчас нам нужно определиться каковы будут эти припуски на шов бурда советовала четыре с половиной три с половиной сантиметра я же сделала намного меньше потому что мне показалось что так будет аккуратно с моей тканью у нас получается вот такой вот замечательный маленький уголочек который мы и будем строчить закрепляю его сначала иголочкой а потом прокладываю сметывающую строчку и легонько отстрачиваю на машинке получается вот такой вот замечательный шовчик припуск нужно срезать до 5 миллиметров после выворачивания уголочек выглядит очень аккуратно теперь можно обработать припуски края обмёточной строчкой после того как все срезы обработаны их нужно отстрочить на выбранное вами расстояние чтобы это расстояние не менялось я подкладываю с правой части магнит он не дает моей ткани смещаться вправо и строчу я очень медленно очень аккуратно чтобы ни в коем случае строчка не съехала на бок разворачиваю ткань под иглой и стараюсь проложить строчку ровно на таком же расстоянии как и по нижнему краю в этом случае магнит также будет отличным помощником как вы заметили я прокладываю строчку по лицевой стороне так как на изнанке крае обмёточный шов и лично мне он мешает строчить ровно в журнале бурно горловина обработана косой белькой я же этого не стала делать так как ткань у меня креп и она средней плотности я переживала что в области горловины будет слишком толстым поэтому я обработала горловину по принципу подкладки так как у меня две детали то одна из них стала основной деталью а бежевая деталь стала как будто бы подкладочной просто сметала вдоль горловины аккуратненькими строчками а теперь прокладываю строчку на машинке закрепляя горловину выглядит мятое неаккуратно поэтому нужно срезать максимально близко к строчке наш припуск вы метываю горловину вот такими косыми стежками с небольшим напуском коралловой ткани а потом отпариваю под прессом выкраиваю обтачку для спинки для этого накладываю спинку на оставшийся у меня отрез ткани и милю срез горловины далее откладываю 5 сантиметров от этой меловой линии и на глазочек вот рисую такую вот горловину конечно же все хорошо промеряю прикалываю обтачку горловине чтобы потом когда я буду сметывать она у меня уже никуда не смещалась приметываю обтачку горловине на мастер-классе борды я прочитала что приметывать нужно со стороны изделия а уже строчить на машинке со стороны обтачки удаляю сметку и срезаю припуск близко к строчке а теперь настало время обработки плечевых срезов скалываю иголочками сметываю и лишь потом прокладываю строчку на машинке лучше дважды чтобы было крепче припуски плечевых срезов я обрабатываю краеобмёточным швом и разутюживаю одним из самых ответственных этапов работы с изделием для меня является втачивание рукавов я всегда делаю это очень медленно очень аккуратно совмещая все швы это не всегда получается идеально обработка низа рукавов довольно просто главное хорошенько сметать припуск чтобы он не двигался в процессе обработки подкладываю магнитик и строчу по лицевой стороне при отстрачивании низа нужно проследить чтобы совпали строчки на спинке и на полочке давайте посмотрим на кофточку поближе покажу шовчики покажу поближе обработку вот здесь порядка где-то два сантиметра строчу я по лицевой стороне чтобы было видно и стараюсь начинать и заканчивать шов вот на вот этом вот месте то есть на стыке швов вот здесь вот чтобы то как можно меньше было на строчке каких-то узелков непонятных вот так вот выглядит вытачка я все еще учусь разутюживать вот эту слабинку люблю совмещать рукава правда не всегда получается здесь тоже вытачка покажу как выглядит кофта на самом деле то есть как вы видите она полностью грудка у неё продублирована двойная и здесь она расходится на мне было видно что даже поднимая руки из-за того что я сделала скос вот этот вот не таким как он у нет к сожалению здесь не осталось мыльной линии в общем в бурде скос должен быть ярче острее я сделала немножко поскромнее о чем ни капельки не жалею потому что блузка получилось довольно яркая сама по себе если бы она еще открывала живот мне кажется это было бы уже лишним да и в принципе я не очень люблю модели где видно животик вот к сожалению ткань мнется от моих манипуляций с ней вот так изнутри выглядит конвертик для тех кто шьет я думаю вот самый интересный процесс это посмотреть как выглядит изделие с изнанки потому что как она сидит на фигуре это все понятно это все красиво косяков не всегда видно а вот именно сам сама обработка мне по крайней мере всегда хочется посмотреть что и как обработано вот рукавами гордиться не могу потому что мне не совсем нравится как я это делаю считаю что нужно прокладывать верлочную строчку прям точно в шов то есть что вот этого вот запаса в 5 миллиметрах не было то есть сразу же сначала прострачиваю просто строчкой а потом укрепляю линию рукава и задним обрабатываю срез ключевой срез здесь довольно толстый я его сделал в разутюжку и обработала интересная особенность этой блузки то что в ней два цвета ткани и я постоянно меняла нитки пытаясь как-то чтобы не было заметно швов хотя где-то там с одной стороны где-то тут по моему да вот здесь вот как вы видите я прострочила коралловую нитку бежевую но на лицевой стороне это абсолютно незаметно горловинка здесь обработалась очень аккуратно мне очень нравится что ничего не вылезает получилось как бы блузочка на подкладке очень здорово прям я в восторге и вот эти вот накатик такой маленький получился тут все хорошо спинка тоже меня вполне устраивает это обтачка вообще интересное сочетание спереди как бы на подкладке а на спинке у меня обтачка ну с обтачкой все стандартно ткани шьется вот это вот крэп очень легко не тянется слишком но и в то же время не слишком сухая и хорошо получилось у меня обтачка не торчит чего больше всего боялась вот так что еще показать нижний срез обработка также по лицевой стороне у меня сегодня 18 мая и все еще идет снег большое спасибо за внимание пока пока